Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Буду отвечать на ее вопросы. Если вам нравится такого формата видео, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии. Оставайтесь с нами на связи. Давайте приступим. Вы тоже можете в комментариях написать свое видение и ситуацию, что-то посоветовать человеку. Так что давайте приступим. Хотела бы поделиться своей историей и спросить вашего совета как с психологической, так и с житейской точки зрения, поскольку смотрю каждое ваше видео и доверяю вашим разборам. Пару лет назад была история отношений с курдом из Европы. Он старше меня, никогда не был женат, нет детей, привлек своим умом, разносторонностью, знает несколько языков, симпатичный, уверенный в себе, прям мужчина. Познакомились онлайн на сайте практики языков. Через полгода он прилетел, все было отлично, он все оплачивал, потом виделись еще раз. И две этих встречи за два года нашего общения. На расстоянии очень сложно было сохранить наши отношения, я выносила мозг, я ревновала. Но это все не беспочвенно. Он старался мне показывать свою ревность, но я думаю, что она была просто с годами, он стал умнее. В итоге выяснилось, что он мне тоже не доверял. Были очень обидные высказывания с его стороны, иногда поступки ребенка были с его стороны, и слова не сходили с действиями, конечно. И в таких случаях он все валил на меня, это была моя вина. Я сомневаюсь в его верности мне, тем более на расстоянии. Мы много ругались, устали, закончили в итоге общение. Он иногда поздравлял с днем рождения и Новым годом. Мне это было, конечно, очень больно, даже до сих пор это первая большая влюбленность в моей жизни. И эта любовь никак не может пройти. Сейчас он возобновил общение со мной, и он сказал о том, что хотел бы постепенно все наладить. Но я не знаю, я как разбитая чашка, которую не склеить, у меня нет доверия. А еще он общается с бывшими, помогает советом, делом, если нужно. Но не так часто, по его словам. Для меня просто это неприемлемо. Он считает, что это нормально. Мне кажется, что это флирт. Здесь даже остановлюсь. Видите, вы у меня вопрос будете дальше задавать. Но вы уже в письме повествуете, говорите. Мне неприемлемо его общение с его бывшими или с какими-другими девушками. Неприемлемо. То есть то, что я не могу принять. Мне это не подходит, такая история. О чем тут разговаривать дальше? Мне, обращая внимание на свое желание, мне не понравится это. Мне это больно, не приемлю, значит, я этого не делаю. Понимаете? Вот он, ответ уже. Значит, мне это делать не надо. И еще выше чуть-чуть вы написали, что у меня нет доверия. А это же очень важно. Как строить отношения без доверия? Вы что будете каждый раз его проверять, не доверять на расстоянии? То есть это все равно возврат к тому, что было раньше. В вашей голове страхи вы четко их описываете, проговариваете. Но, к сожалению, для вас это не какая-то черта, за которую нельзя заступать. Вы свои вот эти страхи и опасения не хотите слышать, принимать их, знакомиться с ними. Вы их проговариваете. Они есть, но взаимосвязь дальше, например, так делать не надо, например. Мне это напрягает. Может, не надо. Может, не будем вытарезать. Этого у нас нет. Мне, наверное, хочется мучиться дальше. Теперь снова отмотаем назад. После расставания и вообще были ли такие отношения большая часть времени в онлайн-пространстве просто, через несколько месяцев я познакомилась с турком, работающим в России инженером. Возраст у него был ближе к 30. Тоже умный, знает несколько языков. Мы прекрасно проводили время, гуляли. Даже первое свидание уже было в хорошем ресторане. Все оплачивал, но я им помогала в быту и советом. Конечно, не было прям той искры лично у меня, а у него, думаю, наверное, тоже. Но я была искренне с ним. Хотела построить счастливые отношения. Вопрос, что строить, если у вас нет искры? Это уже начало не про хорошо оплатил ресторан, нормальный, надежный, но не про любовь. Искры нет, чувств. Мне просто хочется с кем-то быть, чтобы кто-то был, чтобы были отношения. Здесь уже, начиная так, без искры, и у него, вы говорите, тоже, скорее всего, мы просто хотели быть с кем-то, как он, так и я. Это уже не про любовь, не про здоровые отношения. То есть маленький процент того, что искра потом со временем появится. Девочки, напишите в комментариях, потом искра появляется со временем? Мне кажется, если ее нет, не чиркнуло, не загорелось, оно потом не возьмется ниоткуда. Вот эта искра, она и притягивает партнеров. Потом мы узнаем, какие мы. Так вот, мне об этом сейчас немножко углубилось. Короче говоря, ребят, как могут быть отношения, которые просто по потребностям уже изначаются? Они уже будут не суперидеальными, не суперхорошими, меня не до конца будут устраивать. И, в общем, если первый парень весь такой состоявшийся мужчина, который хочет сделать все по-своему и меня построить под себя, то со вторым я чувствовала себя более свободной. То есть, что я, в принципе, могла бы направить его так, как нужно мне. Он больше подходит для семьи. Ну и с ним я резко прекратила общение, когда узнала, что он играет на бирже скрипты, что это перешло уже в зависимость. Я испугалась, поговорила, он меня все равно не услышал. И отправила я его тогда в блог. Но он звонил с разных номеров, атаковал смс-ками. Говорил, что только потом понял, что очень меня любит. Год все писал периодически, иногда затихал. Недавно объявился и написал опять, что я все еще его любимая, что он не занимается уже криптой и ставки не делает. Стал на путь истинный, все еще работает в России. Начали общаться иногда по переписке. Тем более, сейчас я говорю по-турецки уже до этого, только английский и русский. Первый вопрос. Самый главный вопрос к вам. Можно ли избавиться от зависимости крипто, ставкам и так далее? Действительно, мог ли он взять себя в руки? Есть ли риск того, что он сорвется? Может, стоит давать второй шанс? Или это уже неустойчивая психика? Потом все это может опять повториться. Ну, вообще, он хороший парень. Ну, есть такое утверждение в аддиктивной психологии, аддикция – это зависимость. Есть такая книжка, классный, кстати, учебник. Аддикции, вид их, они описаны. Кстати, написано в Новосибирске. Один классным ученым. Я была его лекцией. Был 94 года, дедушки потом. Про аддикции. Есть вообще такое утверждение, что зависимости не лечатся. Ты можешь выйти на ремиссию, никогда, например, уже не играть, но это зависит вообще от стадии, от уровня, от спусковых крючков, триггеров, почему человек уходит в зависимость. Не только про игроманию вообще. Любовно существует аддикция. Там вообще разных очень много, на самом деле. В общем, любое зависимое поведение – это на самом деле реакция. Это побег от чего-то. Либо какой есть у этого спусковой механизм, крючок какой-то, да? Когда человек в это уходит и затягивается. То есть, если мы берем научную точку зрения, я вам скажу. Да, срывы возможны. Будет зависеть от условий, в которых он живет. Важно знать или узнать, что являлось для него спусковым крючком, почему он уходил в зависимости, это делал. Может, от неуверенности некой в себе и так далее, какие-то проблемы. В общем, у него есть какой-то момент, который его заставляет в это опять вернуться или этим заниматься. Вот если это разобрать, это учитывать, можно так построить свою жизнь, чтобы не было нервных потрясений, переживаний. Вот этот спусковой крючок не работал, не сталкиваться с ним, не провоцировать человека на вот эти действия. Тогда он может находиться в ревисе от зависимости своей очень долго. Это также про наркоманию, алкогольную зависимость, да? Как и бывших наркоманов, алкоголиков, бывших игроманов тоже. Но можно, если человек сам при этом хочет всего этого, можно так выстроить жизнь, общение и так далее. Поддержку ему оказывается, что он не встречается с наш домом, так с этим злом, не провоцирует себя на него и живет в ремиссии. И условно там, ну, например, 10 лет этим не занимается, его не тянет, например. Вполне легко, да, можно. Но это очень хорошая работа с психиатром, с наркологом и так далее. То есть самому к этому прийти, это должно быть очень легкая стадия, чтобы самому в этом разобраться. Просто, ну, нереально фактически. Потому что если есть зависимость, зависимость, это что? Это навязчивая вот эта идея, желание это сделать, ну, что-то там, к чему-то ты хочешь, да, к чему-то расположен, какая-то зависимость. Ну, допустим, играть тебя тянет. На самом деле это компенсация всегда. Ты уходишь от чего-то или компенсируешь что-то, что тебе не хватает, зачем ты это делаешь. И в любом случае вы просто можете найти замену этому, погасить и так далее, самостоятельно оценивая свои желания. Вы можете на это выйти? Ну, если, первое, вы супер там, у вас хороший самоанализ, второе, вы дисциплинированы, но если вы уходите в аддикцию, вы уже не дисциплинированы, у вас чувства силы воли нет, и все прочее, аддикция вами владеет и вами управляет, вы обслуживаете свою аддикцию. В общем-то, ну, идея, это один на миллион случаев, что это можно самостоятельно. Может быть, он этот человек, да, или у него все это слабенько было, не сильно, он это взял, скажем так, под контроль эту ситуацию, но гарантию 100% никогда не вернется, я вам не даю. Он всегда может к этому вернуться. Будет зависеть от условий его жизни, которые могут его подталкивать к зависимости возвращаться или нет. Следующий вопрос. Что мне делать с первым парнем? Он у меня сидит в голове. Я думаю, что все же буду страдать, потому что он не изменился и не должен ради меня меняться, но он хочет сделать все так, как считает нужным, как удобно. Он не слышит те моменты, когда причиняет мне боль общением с бывшими, большой социальной активностью своей. Или я это накручиваю, а также не уверена в его серьезности к его годам. То есть, условно, у него возраст постарше вас, то есть, условно, он говорит, что он серьезный, а на самом деле, типа, ветреный, несерьезный. Вообще, я сейчас сама, знаете, какие связи с Европой, трудно даже увидеться. А где-то, значит, в Европе, да, живет, и вам трудно с ним увидеться. Смотрите, по поводу вывода, как звучит вопрос, накручиваю ли я его социальную активность и общение с бывшими. То есть, это для меня проблема или для всех людей? Смотрите, у всех разные критерии, категории существуют, правила, я так могу сказать, да, для меня тоже, если вы меня лично спрашиваете, было бы проблемой, неприемлемым, если бы мой молодой человек общался с какими-то своими бывшими. Но у меня просто муж турок, восточный мужчина, и здесь нет, назовем так, дружбы между мы и же, и у нас этот вопрос сам собой снимается. У нас никогда нет общения ни у меня ни с какими бывшими, ни у моего супруга не может быть этого общения, ни в каком вообще виде. То есть, у нас это табу некое, да, у нас это общение обсуждается, это неприемлемо, так не воспитывался, и мне эти взгляды, назовем так, близки, может быть, на этом мы тоже сошлись, да. Но есть люди, для которых дружба с бывшими, там, помощь, или все, что как угодно назовите, окей и нормально. Поэтому вы просто определите для себя, из какой категории людей я. Если для меня это ненормально, как вы говорите, вот это неприемлемо, то я не встречаюсь с человеком, который общается с бывшим. Или я ему говорю, либо я, общение со мной, либо твои бывшие. Если ты их выбираешь, это не какое-то оскорбление мое, да, ну, тогда оставайся в контакте со своими бывшими, меня не выбирай. Ты мне со своими бывшими не нужен. То есть проговорите это четко с этим человеком. У вас должны быть правила и условия ваших отношений. Заявите ему просто об этом. Когда вы просто знаете, что будете об этом говорить, вы четко для себя предполагаете, что если он отказывается от меня, выбирает бывших, мы с ним заканчиваем любое общение. Потому что если вы вступите в общение, обратно вену уже хочет вернуться, да, вы вступите в это общение опять, например, или в подобное уже с другим мужчиной, который вас что-то не устраивает, его будет все устраивать, потому что он общается со своими бывшими, как раньше хотел. Страдайте здесь только вы. Только вам плохо, вы что-то терпите. Вопрос, зачем мне что-то терпеть и страдать, моя жизнь вот она сейчас проходит. Где логика? Для кого я страдаю? Может быть, вам хочется быть жертвой и страдать, или хочется быть невротиком, где любовь равно боль. Поэтому я выбираю мужчину, который мне в какой-то степени, в каком-то роде причиняет боль. Потому что я умею себя любить через ругательство, через страдания и так далее. Секретик открою, вы вначале написали, для меня это неприемлемо. Значит, мужчина с такими взглядами общения с бывшим для меня неприемлем. Пусть он объясняет это как хочет, ему нравится, пусть общается, но мне такой мужчина не нужен. Вы не живете по своим желаниям. Вы ставите свои желания, убеждения, и приемлемо, что вам, что неприемлемо, под вопрос. Нет, мы всегда уверены в своих желаниях. Да-да, нет-нет. Никто мои желания изменить не может. Насколько вообще нормально парню в отношениях быть активным в соцсетях, лайка девушек и общаться с ними? У второго в соцсети тоже была такая активность с лайками девушками, но не с бывшими, а насколько я знаю, и поменьше, чем у предыдущего. Насколько в отношениях парню нормально быть активным в соцсетях, лайка девушка. Вы такие вопросы задаете? У каждого свой уровень этой нормальности. Чего я должна ответить на это? Поймите, у каждого свое. Вот я уже назвала ваш вопрос, почему я даже на него сейчас отвечать нет смысла. Вы не знаете, что для вас нормально. Вы потому что живете не по своим желаниям. Вы сомневаетесь в себе по жизни из-за самооценки. Вы сомневаетесь в своих принятых решениях. Вы сомневаетесь даже в своих нормах, рамках нормальности. Вы хотите, опираетесь на мнение людей. Как у других людей, нормально ли нет? А у других, вот лишь в отношениях парень с бывшими, общательным, вы на них ориентируете своего нет. Начинайте вырабатывать. Не бойтесь своих желаний принимать решения. Начните это, не бойтесь, я такая погадала, и у вас все это, страхи отошли. Нет, не про это. Начните это делать. Напишите список. Для меня в отношениях приемлемо. У парня нет контакта с бывшими. Реально, напишите такой список. Второе, это вот про план идеального мужчины, туда, кстати, входит. Второе, например, у него в друзьях, там, в инстаграме, там, не знаю, в соцсетях, в фейсбуке или еще где-то, мама, папа, сестра, двоюродные, троюродные, тети, дяди, одноклассница, одногруппница, там, друг из института, окей, нормально. Какие-то левые бабы с неизвестных аккаунтов, туристки, еще где-то все за границей, даже неприемлемо. Их не должно быть. Мне лично это не нравится и неприятно. И вот когда вы пропишите себе конкретный лист, что для вас окей и что для вас неприемлемо, под этот лист вы подбираете себе мужчину. Если он не соответствует вашим запросам, вы его отказываетесь от него, так назовем, да, посылаете. Все, тогда это, скажем так, за этим будет счастье. Если же вы, имея этот список, начинайте ковыряться, искать нормы, а это нормально, а как это дозволено, а с какой активность должна быть, а может он общаться с бывшими или нет, а я вот и мне... Тогда вот такие мужчины вам будут пудрить ваши мозги и говорить, ты че, я общаюсь с бывшими, это нормально, я им оказываю помощь, поддержку, даю советы. Ну вот такое вы тогда и получаете. Он вам это говорит, вы такие, о, ну я же не знаю, что мне надо. Наверное, он прав. Поэтому я тогда начинаю сомневаться в своих каких-то суждениях, и принимаю его правила, и говорю, как он? Он говорит, нормально, значит нормально, чтобы... А потом вам от этого неприятно, потому что вы на самом деле заглушили свое истинное желание и делаете так, как вам не хочется, не с тем человеком, с кем вам хочется быть. Скорее всего, за этим всем, я сразу скажу, страх потерять. У вас острое желание быть с кем-то в отношениях, и для того, чтобы быть с кем-то, вы готовы поступиться с какими-то своими принципами или взглядами, желаниями и так далее. Вы пытаетесь закрыть глаза себе сами на их какие-то моменты в мужчинах, которые вам не нравятся в их поведении. Вот и все. И по-честному, на свежую голову, вам не тот и не тот не нужны, потому что и тот, и тот вам очень остро, категорически перечеркивают ваши желания. Тот и тот для вас неприемлем. Один со своей страшной игроманией зависимостью, вы не уверены, что он к этому не вернется. Второй с какими-то бабами бывшими общается. И вообще не уверенный в себе, какой-то поверхностный из себя какого-то взрослого состоявшегося строит. На самом деле за два года две встречи всего было. Вас это тоже не устраивает, как я поняла. Вы это отметили, да, всего лишь там за два года два раза встретились. О чем вообще говорим? Значит, не этот мне не подходит, не этот. Уж лучше я буду одна, очищу поле от этих мужиков, которые меня не устраивают. Тогда я быстрее найду того, кто меня устраивать будет, потому что святое место пусто не бывает. Освобождаем место, оно заполняется. Вы пока накидали себе этих двух, в голове их вертите, о них рассуждаете и мимо пропускаете, может быть, какого-то адекватного, который бы вас во всем устроил. Внимание ваше рассеянное, на адекватных, нормальных не переключайтесь. Вы заняты вот этим вот мозгопроводным, копанием, короче, рассуждениями. Оставляйте и того, и того, и будет вам счастье. А знаете, почему страшно стать? Вы не хотите быть, не хотите, не хотите, как правильно сказать, не хотите быть одна. Здесь, скорее всего, страх одиночества или нежелание, или мне хочется, чтобы меня любили, чтобы мне давали внимание, мне этого так не хватает. Сама себя не люблю, выработать в себе этого не могу. Думаю, что мужчина мне это должен или может дать, скомпенсировать. Наша любовь от себя самих начинается. Себя люблю, принимаю, меня любят окружающие, и нужные люди в мою жизнь приходят. Что вы думаете, подписчики? Напишите в комментариях советы девушки. Может быть, вы оказывались в подобных ситуациях. Как принять решение, когда не знаешь, что делать? У меня всегда два решения. Не знаешь, что делать? Ничего не делай. Они сами по себе себя проявят и отвалятся. Или второй вариант. Отказывайся от всего, просто вычищай все вокруг. На гладкую, скажем так, поверхность, на чистый лист бумаги придет что-то новое, жизнь тебе сама подкинет. Просто займись собой, расслабься. Все будет. Не надо в панике за чем-то гнаться. Ты в панике, если не обдуманно как-то что-то делаешь, ты всегда допустишь ошибки, которые потом надо расхлебывать. Лучше ничего не делать, чем делать ошибки. Спасибо за внимание. В инфобоксе под видео оставляю свою почту. Можете присылать свои анонимные вопросы и истории. Можете записаться ко мне на консультацию психологическую. Спасибо за внимание.